Девушки отдыхают 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 Тоже навык такой себе, такой. Конечно, иногда может зайти, но на высокой сложности, где у противника под сотню урона, лучше просто не доводить до ближнего года. И опустошитель. Плюс 20 к риту, к урону крупный противник. Вы слышите, отличная штука. Отлично, тем более Девастатор как раз для того и нужен, чтобы убивать крупных противников. Отличный навык. После того, как боец примет виду, наверное, урвято, выжидает 30% урона, 20%. Ну, такой себе, такой себе. Его лучше не доводить, конечно, до ближнего боя и впереди не держать. Но если вдруг примет урон, то это может помочь. В общем-то, навык не особо. И вот этот вот навык, плюс 50 урона, если здоровье целевые 60, очень хороший. Очень хороший для добивания противника. Поэтому отличная штука. Для прохождения нужно 5 космонистов, а здесь 3. Поэтому некоторых придется дублировать. Вот опустошителю, Девастатору, не хватает очень сильного навыка, который добавляет 1 очко движения, чтобы можно было подойти на подшаг вправо-влево и пару раз выстрелить. Очень сильно ему не хватает. Поэтому он, скорее всего, будет один. Вот это самый идеальный вариант. Но я также поставил себе с собой еще одно условие. Как минимум, каждый из них должен быть отряд. Каждый из них. Поэтому будет всего лишь несколько штурмовиков. Несколько и один его вставник. Из интересного сейчас посмотрим оружие, которое будет использоваться. Вот. Болт-пистолет Слово Уруса. На мой взгляд, для штурмовика отлично подходит. Благодаря своему криту. Правда, придется очень сильно подкачать его на меткость. Потому что меткость очень маленькая. 30% вероятности снижения стоимости атаки до нуля в режиме поддержки заяния. Отличная, отличная штука. И самое главное, у этого болт-пистолета радиус 8. Огромный радиус. Даже больше, чего болт-пистолет. И отличный критический урон. И шанс на крит. Отличное оружие. Может даже на высокой сложности некоторых противников за один из тревогов улучшить. Также это болт-пистолетное оружие. Поэтому, если находится в половине радиуса поражения, до 4-х урона, то он выстрелит на 40% больше. А он выстрелит 3 за урона. То есть еще больше урона будет с высоким критом. Тар-молоком. Это оружие будет у одного из трактических десантников. Несмотря на то, что у них бонус к огнеметам, я решил одно все-таки оставить. Радиус 6, конечно же. Опять же, 30% снижения стоимости очень сильно подходит. Ну и критический урон неплохой. Правда, точно так же, ну как и всему оружию 4-го уровня, придется качать ему меткость. Болт-пистолетное оружие, наверное, не буду использовать. Буду использовать все-таки плазму пушки для опустошителя. Потому что на высоких уровнях сложности, когда у противника по 10 тысяч здоровья, нужно где-то брать огромное количество урона. И перегрев плазмы для этого идеально подходит. Вот плазму пистолет Медуза. Я взял один такой пистолет для штурмовика. Он никогда не перегревается. Его можно перегреть, чтобы нанести еще больше урона. И 500% пистолетического урона. Это офигенная штука, офигенная. Ну, правда, низкая, конечно, меткость. Так, эту плазму простую не будем использовать. И вот, понятно, что четвертый урон не получится взять, потому что оно исключительно для ультрамаринов. Придется использовать плазму макушку третьего урона. 15% вероятности того, что оно будет перегревать, это, конечно, плохо. Но вот эта вот возможность, в режиме День Огня, который использует все оставшиеся АП для огромного плазминного заряда на уровне урона, больше за каждое потраченное АП. Позволяет наносить огромное количество урона. Огнемет. Огнемет, конечно, не такая себе штука. В принципе, он был бы неплох. Вернее, это ручной огнемет для штурмовиков. В принципе, он был бы неплох, если бы можно было выбирать режим стрельбы. Потому что, хоть и радиус и указан 3, по факту он бьет только на 2. Потому что, если кто-то находится вплотную к штурмовику, то он ударит его ближнего. Но иногда может, конечно, зайти и повредить парочку противников. В принципе, неплохая штука, но, конечно, болтер тот был намного лучше и плазма тоже намного лучше. Один из моих тактических десантеров точно будет носить огнемет. На всякий случай, во-первых, иногда все-таки бывает такое, что можно сразу 3-х задеть противников. Очень неплохо. Но, к сожалению, у меня нет третьего уровня. Поэтому я буду только вторым их использовать. Огромная меткость. То есть, даже, в принципе, не придется сильно качать. Слабенький, конечно, шанс крита. И радиус тоже небольшой. Но попробуем, посмотрим, что будет. 4 выстрела, почти 100% будет меткость. Благодаря тому, что у технических десантеров уже есть своя определенная меткость. Посмотрим, что будет дальше. Оружие ближнего боя. Вот. Как минимум, у одного штурмовика будет вот этот вот меч «Стурки грозы». Благодаря тому, что он позволяет наносить на 50% большую урогу. Отличная штука для добивания противников. У второго будет, скорее всего, топор. Самый лучший топор, который будет ему доступен, это вот этот вот. Даже несмотря на то, что у меня их нет, они все равно бы не подошли, потому что это для космического волка, это для ультрадесанта. Самая фишка этого топора в том, что у него офигенный критический урон и довольно высокая меткость. То есть у меня будет очень меткий с большим шансом навести плюс 300 урона. Критический плюс у него есть, как и у всего ближнего оружия, отличная штука. В 50% случаев он может произвести ответную атаку. И я буду этим пользоваться, скорее всего. Гранаты, это самое лучшее оружие, вернее, даже не оружие, а амуниция, которая может быть у космического урона, на мой взгляд. Вот эта граната, несмотря на то, что она носит 320 урона, является, наверное, самой лучшей, потому что она позволяет атаковать не только противников, которого запущено, но и 60% урона нанести тем, кто находится рядом. Это очень полезная штука. Если таких гранат нет, а у меня не хватит, чтобы зарить их всеми, то суперкрак гранаты тоже подойдет. Потому что у нас 450 урона, с 15% вероятностью совершить 300% дополнительного урона, но надеется только на одного. В принципе, сойдет. Нужно больше, правда, надеяться на крик. Вот еще интересная граната, хрона граната. Она с 5% вероятностью позволяет совершить крит с уроном 100 тысяч процентов. У меня всего одна. В принципе, это интересная штука для, допустим, дополнительного видео. Попробовать убить с ее помощью какого-нибудь противника. Потому что это огромная качественная урона, хотя она и не для этого предназначена. И вот это отличная граната, отличная тактическая граната, я бы так сказал, потому что пассивно. При уничтожении владельца отнимает 100% максимальное здоровье с сильным. То есть, я примерно рассматриваю ее так. Я беру штурмовика, подвожу ее кучей противников, они его окружают, при этом нужно сделать так, чтобы он не умер. А потом на следующий ход я сам его убиваю, ну, либо просто оставляю умирать. И тогда он убивает всех вокруг. Это интересная идея, я попробую как-нибудь ее реализовать, не уверен, что получится, но попробую. Печати чистоты. Вот эта штука будет как минимум одна у меня, потому что позволяет увеличить шанс на крип для космодесантников до плюс 50. То есть, грубо говоря, если у топора и так 40% шанс крита, благодаря этой штуке это 190, почти 100%, что я нанесу крит огромное количество урона. Причем она работает на всех дружеских клятах за ходом. Клятва бессмертия. Отличная штука. 100% снижение урона до следующего хода. Каждый из моих штурмовиков будет обладать как минимум одной такой штукой, потому что нужно будет где-то подставлять их под удар, если не получится всех сразу противников в зоне действия убить, чтобы они принимали урон на себя и чтобы не страдали другие космодесантники. Отличная штука. Как минимум по одному нужно иметь обязательно. ну вроде больше ничего ценного тут нет. Да. Ничего хорошего больше тут не осталось. Из щитов вроде ничего ценного тоже нет для прохождения. Посмотрим, что тут. Так, аптечки не особо важны. да, вот набор стимуляторов. Так, нет, даже я подскажу, что-то есть получше. Вот, приток адреналина. Возвращать 4 аппы юнта. Отличная штука. Ну, тоже в зависимости от того, как человек играет. Одна штука у меня такая есть. Не знаю, под ягодица ли она мне, но в принципе может неплохо зайти. И даже не требует здоровья. Поэтому он может очень сильно помочь. И вот, самое важное из снаряжения. Юнит наносит на 100% больше урона крупным противникам. То есть опустошители, одни же девастаторы, которые призваны бороться с крупными противниками тиранид, будут наносить на 100% больше урона. Их можно засунуть 3 штуки. 3 штуки, то есть можно увеличить на 300% урон. А благодаря тому, что еще придет еще больше. Но я не буду их делать брать все 3 штуки. Я возьму только 2. Потому что в принципе пока и так все нормально. И буду перегревать плазму. И это наверное позволит мне и так справляться со всеми крупными противниками. справляться. Вспомнил еще что у меня оказывается еще есть одна печать чистоты, которая позволяет вот вот она восстановит а нет не та ошибся. Вот песня о равновесии первого уровня всего лишь печать чистоты. Посчитать здоровье своих дружеских юнитов и распределить его равновесно. То есть берет все здоровье всех космодесанников и делит их на общее количество. То есть если кто-то был очень сильно поврежден осталось ну допустим 20 хп а у всех остальных по 100 она пересчитает так чтобы у всех стало ровно. Я использую именно ее вместо аптечек. Аптечки конечно восстановлю больше здоровья но аптечку нужно иметь именно у того кто был поврежден. А этот позволяет равномерно сходить между всем отличное что. В общем перед тем как начать вновь проходить игру на герридической сложности я вспомнил как играть прошел за серебряных черепов нормальную сложность и ветераном и в общем вот что у меня получилось. Два у меня штурмовика два тактических и один опустошитель. Вот он который получил плазму сразу топор топор как я уже говорил потому что высокий крит вкачал им все навыки и разобрал всю амуницию. у этого был пистолет с 8 разниц отличная штука меткость конечно очень низкая но шанс на крит великолепный просто великолепный вот этот который будет мне пользу если я за время прохождения все-таки добуду гнев третий то скорее всего назову но сейчас у меня 98 меткость и шанс на крит практически 30% отличная штука и я буду качать всем сейчас всем космодисцентам буду качать критические уроны потому что на высокой сложности любой дополнительный урон противнику будет очень полезен ну и вот самое важное мое оружие для борьбы с тиранидами с крупными особями например с карнифексом с тираном или и так далее это опустошитель с плазмой если он сможет перегреть плазму то сможет нанести урона и если зайдет крит конечно то сможет нанести до 20 тысяч урона что завалит практически любого тиранида сразу если попадет так ну вроде все показал в следующем видео уже будет прохождение первого уровня